Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, с нами на связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, хотелось бы начать с эффекта ударов по НПЗ, которые продолжаются, причем активно. Мы видели, как в Белом доме беспокоились о том, что остановка нефтепереработки спровоцирует рост цен на нефть или нефтепродукты на мировых рынках. Но видим обратную историю. Все-таки наблюдается то, что цены на бензин или дизель существенно не изменились, поскольку нет возможности ее перерабатывать, больше нефти появляется на рынке, в принципе, и поэтому цены не растут на нефть, а даже в некотором смысле падают. Как вы считаете, насколько действительно влияет на всемирную, скажем так, энергетическую экономику удары по НПЗ? Ну, я думаю, что и без этого были ограничения на продажу российской нефти и ограничения по отчепу российской продукции. Поэтому тут мы можем говорить о том, что тут надо бить по экономике Российской Федерации и не смотреть на глобальные запросы, потому что сейчас как можно сильнее разрушить экономику России и логистику России по обеспечению вооруженных сил России топливом. Как вы считаете, с той точки зрения, что импортозамещение в России не всегда работает, насколько у россиян есть возможность восстанавливать эти мощности, именно те мощности, по которым целят беспилотники? Ну, если говорить о том, куда удалять беспилотники, то давайте начнем с того, что эти устройства, так бы сказать, они не выпускаются в России, это импортные, и они должны их закупать. Снова-таки с ограничением санкций они это не могут делать. Системы эти довольно-таки объемные, то есть, скажем так, как провести некоторые комплектующие для ракет или для самолетов, они не могут их. Поэтому, то есть, и эти системы отслеживаются очень легко, если закупаются где-то в мире, потому что производителей не так уж и много. Поэтому, в принципе, я думаю, что когда приходит какой-то запрос, уже понятно, что это могут быть представители, допустим, России, от России. Поэтому у них будут проблемы сейчас с восстановлением, они будут пытаться как-то решать своими силами, но быстрого решения у них точно не будет, и из-за этого мы видим уже такие последствия в виде ухудшения возможностей относительно переработки нефти. А вот давайте еще обсудим рекорд, скажем так, дальности достижения беспилотников в 1500 километров. В такое расстояние пролетел дрон, как говорят в России, именно СБУ почему-то, который ударил по НПЗ в Башкирии. Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти, и, собственно, этот Газпром нефтехим Салават является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дистоплива и других видов нефтепродуктов. Насколько это, по вашему мнению, жирная цель, скажем так, и сколько потребуется времени на восстановление, поскольку мы видим, что по теме НПЗ, которые ранее были совершены удары, понадобилось кому-то около трех месяцев, кому-то больше на восстановление. Как вы видите, эта цель, насколько быстро восстановится? Ну, тут нужно оценивать... Давайте начнем с того, что это, наверное, представители нефтерынка могут сказать по этой продукции. Я могу вам рассказать больше, наверное, про степи, которые мы бьем, и почему мы так хорошо долетаем на такие расстояния. Но тут я бы обратил внимание на то, что по некоторым НПЗ прилетает несколько раз, и это показывает о том, что, в принципе, попытки восстановить сбоку России возможности производить могут быть снова ограничены, допустим, нашими ударами БПЛА. А как видим, допустим, с начала этого года активно производится работа по масштабированию таких дронов, производства таких дронов. Как вариант, видим последствия, что эффективно, с периодичностью, там, несколько дней, мы отрабатываем по стратегическим объектам на территории Российской Федерации. Это не только НПЗ, это и некоторые заводы, и авиаремонтные заводы. Поэтому, на самом деле, то есть мы говорим о том, что возможности Украины в вопросах удара по стратегически важным объектам на территории Российской Федерации увеличиваются. Более того, мы говорим о том, что расстояние, которое ранее казалось недостижимым, и Россия рассчитывала, перенося, допустим, даже то производство шахедов, рассчитывала, что оно будет неприкосновенно за счет таких дальних расстояний. Как видим, это уже не преграда для Украины, и мы активно бьем, и сможем еще более дальше бить по важным объектам, которые есть на территории Российской Федерации. Анатолий, я прежде всего хочу привести некие факты, а потом мы их с вами обсудим. Уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2500 километров. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности, об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на собственные источники. По этим данным, такие беспилотники поставят сразу 10 производителей. Кроме того, Киевское конструкторское бюро «Луч» разработал дрон «Сокол-3000», который способен преодолеть до 3300 километров. По подсчетам журналистов он сможет долететь, например, до Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз, в том числе аэродром «Оленья», где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину. Ну вот, Россия великая, как говорят россияне, страна. Ну, если бы они знали украинский язык, то слово «велыка» просто большая, да, по территории. И вот с этой точки зрения, аэродром «Оленья» или такие расстояния, как 3000 километров, каким образом удастся ли россиянам прикрывать такие расстояния, чтобы обезопасить свои объекты энергетические или военные от беспилотников? Предусмотрена ли в наших беспилотников некая защита от... Ну, мы знаем, да, вся территория России напичкана средствами обнаружения и так далее. Защита от обнаружения подобными аппаратами, там, я не знаю, как это называется правильно. Ну, смотрите, если говорить, несмотря на то, что Россия активно развивала свою возможность защищать воздушное пространство, защищать территорию России от возможных ударов ядерных или других, мы все же пролетаем эту систему. И тут снова-таки, благодаря тому, что наши БПЛА не имеют небольшую скорость и летят на малых высотах, это дозволяет проходить нам воздушную оборону Российской Федерации, но при этом я обратил внимание, что большое количество БПЛА уже имплементированы. И искусственный интеллект, и системы, позволяющие алгоритмы работать под, допустим, устойчивыми помехами со стороны средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому, в принципе, тут наши инженеры очень хорошо поработали над этим вопросом. Как вариант, видим уже результаты на глаза. Поэтому, и как говорил ранее, что нет проблематики, допустим, в расстояниях, нет уже проблематики, допустим, в полезной нагрузке, мы говорим о довольно-таки больших боекомплектах, которые мы можем нести. Поэтому тут есть задача масштабирования производства для того, чтобы эффективно отработать по всем стратегическим объектам на территории Российской Федерации, которые находятся, допустим, наиболее важные и очень необходимые для уничтожения. Это на расстоянии тысячи километров. И, допустим, если мы уничтожим тот же пуч или авангард, который производит ракеты кроватые или для С-300 ракеты, мы можем говорить, что туда нет необходимости бить по другому оленя, потому что самолетам нечего будет нести. Поэтому тут, скажем так, комплексный подход. И, снова-таки, за счет того, что есть некие очень хорошие возможности у наших БПЛА, они позволяют нам пробивать воздушную оборону Российской Федерации и отрабатывать качественно. И мы видим, что попадание в цель очень даже такое эффективное, в нужное место, не какие-либо там рядом падения. То есть это показывает о том, что наши средства активны и устойчивы к средствам РЭП и пролетают спокойно в противовоздушном направлении. И также о наших средствах и их возможностях давайте обсудим. Украина увеличивает объем производства военной техники и боеприпасов. Предприятиям не только наладили серьезное производство артиллерийских снарядов и минометных мин, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО. Также Киеву удалось существенно увеличить производство дронов «Камикадзе», а также других ударных беспилотников. Об этом рассказал Герман Сметанин, генеральный директор Украинской оборонной промышленности, в интервью «Армия информ». Давайте услышим и обсудим. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов «Камикадзе», похожих на «Шахет-131» и «Шахет-136», а также в производстве других ударных беспилотников. Работа по кооперации с частными компаниями продолжается. Также для разработки новых видов вооружений привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, есть соответствующие завтрашнему дню. Герман Сметанин, генеральный директор АО «Украинская оборонная промышленность», в интервью «Армия информ». Действительно ли Украина нарастила столько дронов касательно того, что мы стремились нарастить их столько, чтобы хотя бы в паритет выйти с Российской Федерации по их «Шахетам»? Это один момент. Ну и касательно дальности. Остается ли проблема, чем имеет больше дальности БПЛА, тем меньше боевого заряда может нести? И наоборот, чем ближе его дальность, тем больше боевой заряд? Относительно дальности, как я и говорил, что уже нет проблемы ни в дальности, ни в боевом заряде. Поэтому этот вопрос решен. И снова-таки надо не забывать, что благодаря большой номенклатуре средств БПЛА мы можем использовать по стратегическим векам Российской Федерации необходимый БПЛА, который будет выполнять именно ту задачу для того, чтобы нанести как можно больше ущерба и отработать на 100%. Относительно масштабирования. Я бы тут обратил внимание на то, что на самом деле большое количество компаний в Украине появилось, которые занимаются средствами БПЛА, РЭП и другого вооружения. И уровень масштабирования вышел на тот, что, допустим, буквально на этой неделе встречались в Брюсселе с представителями западных компаний, представителями правительства европейского. И было предложено со стороны их оказывать финансовую поддержку. То есть это говорится о том, что непосредственно европейские страны будут покупать у украинских производителей продукцию и поставлять их для вооруженных сил Украины. То есть мы говорим о том, что масштабирование достигло того уровня, что необходимо, то есть как можно, ну и на начальном этапе было не большое количество денег, но тут мы говорим о том, что уже есть сталые компании, которые готовы предоставлять большому количеству продукцию и европейские государства, которые готовы их покупать. То есть это говорит о статусе сталых компаний, которые уже показали себя и с точки зрения технических возможностей, что они могут выпускать серийную продукцию, ну и с точки зрения масштабирования, что они готовы выпускать в большом количестве продукцию. Поэтому тут я бы обратил внимание на самом деле на том, что мы готовы уже активно работать и насыщать рынок частью своей продукции. Безусловно, это не заменит, допустим, необходимость получения западной помощи, потому что все же есть необходимость получения и дальнобойных ракет, и самолетов, и, допустим, другой какой-либо техники. Но, опять же, есть разговор по поводу, допустим, производства тяжелой техники на территории Украины за счет того, что будут построены новые предприятия, опять же, нашими западными партнерами готовы вкладываться. Если мы предоставляем помещение рабочую силу, то они готовы помогать открывать свои производства на территории Украины, что существенно будет влиять, поскольку сократит логистическую часть, которая необходима для того, чтобы либо ремонтировать, либо производить техническое обслуживание для техники, которая активно участвует на линии фронта. Спасибо. Анатолий, спасибо огромное за ваши комментарии. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.